Всем привет! Вы на канале ПрофиФутбол. И в этом видео расскажу вам, как не попадать в офсайт, и какие часто ошибки допускают многие начинающие футболисты, из-за которых забегают положения вне игры. Но перед началом этого видео обязательно ставь ему лайк, ну и подписывайся на канал, если ты тут впервые. Спасибо, а теперь давайте начинать. Для начала, что же такое офсайт в футболе, или как его еще часто называют, положение вне игры? Итак, офсайт — это положение, при котором игрок атакующей команды в момент начала паса своего одноклубника находится целиком, или частью тела ближе к чужим воротам, чем последний полевой игрок команды соперника. То есть простыми словами, вы попадаете в офсайт, если в момент передачи от партнера будете находиться за последним полевым игроком команды соперника. Но есть исключения, когда офсайт не засчитывается, который нужно знать всем футболистам. Итак, первое — офсайт не фиксируется тогда, когда дающий игрок находится перед вами. Наглядно это можно увидеть на примере, где два игрока выходят на одного вратаря. Все защитники, естественно, находятся позади вас. Итак, если вы в момент передачи от партнера находитесь за ним, то офсайда нет. Если же момент паса находится перед партнером, то есть впереди него, то судья поднимет флажок. Запомните, если вы находитесь за партнером в момент его паса, то уже не важно, где находится последний полевой игрок соперника, офсайда все равно не будет. Яркий пример этому угловой, при котором офсайда точно нет. Так футболист, отдающий передачу, делает это с лицевой линией и по-любому будет находиться ближе к чужим воротам, чем его любой другой партнер. Также следует помнить, что офсайда нету при вбрасывании аута. То есть, когда соперник кидает мяч из-за головы, защитникам следует помнить, что игрок атакующей команды может открываться куда угодно. А то бывало такое, что защитник не закрывает соперника при вбросе аута, думая, что тот в офсайде, а потом удивляется, почему судья не поднял флажок. Помните, когда кидают аут, офсайда нет, игрока куда бы он не открывался, стоит закрывать. И как-то уже показывал даже одну хитрость, которую используют игроки атаки. Заключается она в том, что атакующий игрок должен открываться настолько далеко, насколько это возможно. Защитник по-любому будет его закрывать. И тогда линия офсайда сместится гораздо дальше к воротам обороны. И пока вы будете выходить вместе с защитником, игрок вашей команды имеет возможность забежать и получить опасную передачу. Это же правило касается удара от ворот, при котором также офсайд не фиксируется. И третье исключение это то, что офсайда на своей половине поля нет. Это важно знать игрокам любой позиции. Так, к примеру, в ситуации, когда разыгрывается уголой, защитники могут бросить игрока, думая, что он в офсайде. А нападающие нет, чтобы остаться, идут след за защитником, чтобы также, как они думают, не быть в офсайде. Но это неправильно. Запомните, что когда вы или ваш партнер находитесь на своей половине поля, тогда не важно, где находятся защитники команды соперника. Важно, что в момент пасса вы находились на своей половине, и тогда офсайда не будет. Это три самых основных правила, при которых не фиксируется офсайд. Также есть еще такое понятие, как пассивный офсайд. Это когда игрок вашей команды, попав в офсайд, никак не участвует в игре, не перекрывает обзор вратарю, не мешает добраться до мяча сопернику и так далее. К примеру, игрок вашей команды забежал в офсайд, находится в нем, и в его зону идет передача. Но он не участвует в игре и никак не мешает команде соперника получить мяч. Тогда офсайд не фиксируется, игроки вашей команды могут бежать в эту зону и получать передачу. Но игрок, находившийся в офсайде, должен всем видом показывать, что он не участвует в этом моменте. Иначе судья может почитать по-другому, и тогда уже свистнет офсайд. Также есть еще некоторые моменты, которые трактуются на усмотрение судьи. Например, если мяч после удара попадает в защитника и непреднамеренно отскакивает от того к сопернику, который находится в офсайде, тогда офсайд засчитывается, так как защитник не мог контролировать мяч, и тот попросту срикошетил от него к сопернику. Если же защитник мог контролировать мяч и просто совершил технический брак, например, не смог принять передачу от партнера или не заметил соперника и отдал ему пас, то в этом случае офсайд не засчитывается. Но мог ли игрок контролировать мяч или нет, решает судья. Поэтому вам просто нужно помнить, что надо всегда играть до конца. А теперь перейдем к ошибкам, которые чаще всего допускают футболисты, из-за чего попадают в офсайт. Первая, одна из самых основных, это когда игрок забывается и не смотрит за линией защитников. Самый простой пример такой ошибки – это розыгрыш углового. Когда один игрок отдает пас второму и остается стоять, прося пас, а защитники в это время уже естественно выходят, и человек, разыгрывающий угловый, попадает в офсайт. Правильно бы было сыграть так – отдать пас и сделать забегание за второго игрока в сторону центра, предлагая ему отдать вам пас. Вот тогда вы можете получить преимущество, не попав при этом в офсайт. Где-либо ваш партнер отдаст вам пас, либо обыграет защитника за счет вашего открывания. Та же самая ошибка допускается, когда игроки линии защитников создают искусственный офсайт, то есть до передачи быстро и резко выбегая из штрафной площади. Главное преимущество этой хитрости – это неожиданность, из-за чего игроки линии атаки часто застревают, тем самым попадая в офсайт. В основном эту хитрость используют тогда, когда нападающие располагаются на одной линии с защитниками, и благодаря тому, что они действуют невнимательно, соперник может их поймать, создав искусственный офсайт. Следующая ошибка при попадании в офсайт – это когда игрок слишком рано начинает бежать, находясь на линии с защитником. Его партнер еще не совсем готов отдать передачу, а он уже бежит, и тем самым забегает в офсайт. Это неправильно. Открывайтесь тогда, когда вы увидите, что партнер готов или готовится отдать вам передачу. Желательно на всякий случай стартовать не на самой линии защитников, а в момент старта находиться на шаг 2 перед последним защитником, чтобы иметь запас в расстоянии, в случае, если партнер чуть задержится с передачей. Но вообще у нас нападающим говорили, чтобы уменьшить шанс попадания в офсайт, нужно передвигаться вдоль линии защитников, находясь чуть на метр позади. Тогда, как только вы видите, что партнер поднял голову, вы начинаете ускоряться параллельно линии обороны, а затем уже в момент передачи делать ускорение вперед. И вот в таком случае шанс попадания в офсайт значительно уменьшается. И последнее, также одна из частых ошибок – это когда игрок попытался открыться, сделав ускорение, забежал в офсайт, но передачу не получил, а затем расстроенный еле идет, и уже получает мяч, находясь в офсайде. Это неправильно. Не получив пас, старайтесь быстрее вернуться в игру и попытайтесь открыться снова. Также игроки линии атаки – старайтесь чаще крутить головой и смотреть за защитниками, чтобы использовать их ошибки. Нередко, особенно в юношеском футболе, бывает такое, что один из защитников, так сказать, застревает, и тогда линия офсайда смещается к нему. Если заметили такую ошибку у защитников, используйте это, открываясь еще дальше. Умение находить ошибки с соперника и использовать их против них же также очень ценится в футболе. Но защитникам, чтобы не попадать в такие ситуации, надо быть внимательнее и также следить за своими партнерами, подсказывая им, если те допустили ошибку. Но в комментариях напишите, полезно ли вам было это видео, как часто вы играете с офсайдом, какие видео вы бы еще хотели видеть на канале. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!